Through the looking glass and what Alice found there, by Lewis Carroll, и немножечко by Kuzra's skull. Алиса, дословно, сквозь смотрительное стекло, то есть сквозь зеркало, и что Алиса нашла там. Chapter 1. Looking glass house. Глава 1. Зеркальный дом. Ну, не совсем зеркальный дом, наверное, лучше перевести как дом с зеркалом, то есть там, где это зеркало, собственно, находилось. Alice was sitting in the great armchair, half talking to herself and half asleep. Алиса была сидящей в большом кресле, то есть сидела в большом кресле, наполовину разговаривающей сама с собой, наполовину заснувшая, asleep, уже спящая. One of her kittens, Kitty, один из её котёнков, или одна из её котят, Kitty, то есть Kitty – это тоже котёнок, по сути. Was playing with a wall of yarn, rolling it up and down on the floor. Как раз игралась, была играющейся с мячиком шерсти, то есть с колбочком шерсти, качая его вверх и вниз по полу, то есть туда-сюда. The whole room was in a mess. Вся комната, дословно, целая комната была в беспорядке. Oh, you wicked little thing, cried Alice and called the kitten. Ах ты, маленькая, противная вещь. Ну, wicked, немножко можно как испорченная ещё перевести. Воскликнула Алиса и поймала котёнка. She gave it a little kiss. Она дала ему маленький поцелуй, то есть она его быстро поцеловала. Where are your manners? Где твои манеры? Dinah has to teach you how to behave. Дайне нужно, придётся, должна научить тебя, как себя вести. Дайна, это же была их мама, если кто помнит из предыдущей части. Дайна, кошка тогда у неё была, а теперь у Дайны котята уже. She sat down and began to wind up the ball again. Она села и начала наматывать wind up. Сейчас читаем как wind, это не слово ветер, нет. Слово ветер считается wind, да, а здесь wind глагол. Наматывать этот клубок снова. Kitty sat next to her and watched the process. Китти сидела напротив неё и наблюдала за процессом. Китти, которая котёнок. Oh, I was so angry, Kitty, Alice went on. О, я была такая сердитая, Китти, Элис продолжила. When I saw all the mischief you have done. Когда увидела все эти бедствия, которые ты наделала. What have you got to say for yourself? Что ты имеешь сказать за себя, то есть как бы свою защиту? I will punish you someday. Я тебя накажу однажды. After a while, Alice talked to the kitten again. После некоторого времени Алиса заговорила с котёнком снова. Oh, Kitty, can you play chess? Don't smile, my dear. I'm asking you seriously. Oh, Kitty, ты умеешь играть в шахматы? Не улыбайся, моя дорогая. Я спрашиваю тебя серьёзно. Kitty, dear, let's pretend. Kitty, дорогая, давай прикинемся, давай представим. Pretend – это прикидываться. Господи, как это на русском правильно сказать? Представим себе. То есть давайте разыграем чью-то рот, да? Давайте кем-то будем. Let's pretend was Alice's favorite phrase. Давай себе представим или давай… Давай прикинемся, звучит странно. Ну ладно. Была Алисина, это любимая фраза. Let's pretend that you're the red queen. Давай себе представим, что ты красная королева. Ну то есть красная королева, имеется в виду шахматы белые и чёрные, мы говорим, а у них красный, ну цвет такой тёмно-красный, да? Деревянный там или из какого-то материала. I think if you sit like this, you'll look exactly like her. Я думаю, если ты сядешь вот так, то ты будешь действительно очень похожа на неё. Будешь точно как она. Try, dear. Попробуй, дорогая. And Alice took the red queen. И Алиса взяла красную королеву. And showed it to the kitten. И показала её котёнку. But the kitten couldn't sit properly. Но котёнок не мог сесть надлежащим образом. In order to punish it, Alice held it up to the looking glass. Для того, чтобы наказать его, котёнка этого, Алиса подняла его, held up, как бы подняла и держит, да, дословно, поднесла его к зеркалу. Looking glass, да, вот это вот смотрительное стекло. If you're not good, she said. Если ты не будешь хорошей, то есть если не будешь хорошо себя вести, она сказала, I'll put you through into the looking glass house. Я поставлю тебя сквозь, то есть туда отправлю в этот дом, сквозь зеркало, которое находится, то есть их же дом, который в отражении. How would you like that? Как тебе это понравится? Would you like to live in the looking glass house, Kitty? Захотелось ли тебе жить в отражённом доме? Тут, наверное, лучше так перевести, потому что не зеркальный же дом, да, а в смысле дом, который в зазеркалье, дом, который по ту сторону находится. Там, где всё наоборот, как бы, да. I wonder if they would give you milk there. Вот мне интересно, будут ли они там давать тебе молоко? Let's pretend we can find a way into it, Kitty. А давай себе представим, что мы можем найти путь туда, в него, в этот мир, Kitty. Look, it's turning into a sort of mist. It will be easy to get through. Смотри, оно превращается в что-то похожее на туман, mist, такая дымка, да. Это будет легко проникнуть туда. In another moment, Alice would throw the glass and jump down into the looking glass room. В следующий момент, Alice уже была сквозь стекло, условно, прошла сквозь зеркало и прыгнула, спрыгнула в этот дом, в комнату, в зазеркальную комнату. She began looking about. Она начала осматриваться. She noticed some chessmen on the floor and thought that it wasn't very tidy there. Она заметила каких-то шахматных человечков, то есть шахматные фигуры на полу и подумала, что не очень-то там опрятно, ну, то есть они там разбросаны были. But in another moment, she saw that they were alive. В следующий момент она увидела, что они были живыми. The chessmen were walking about. Эти шахматные фигуры гуляли там повсюду, ну, то есть они двигались там, гуляли, ходили ногами. Here are the red king and the red queen, Alice whispered. And there are the white king and the white queen. А вот и красный король и красная королева. Ну, я буду переводить красный, вообще, конечно, черный, мы у нас черные и белые, да. Алиса прошептала. А вот белый король и белая королева. I don't think they can hear me. Не думаю, что они могут меня слышать. She went on, продолжила она. As she put her head closer down. Когда она дословно подвела, положила свою голову ниже, поближе, ниже. Ну, наклонила, давайте скажем, свою голову ниже. And I'm sure they can't see me. Я уверена, что они не могут меня видеть. I feel as if I were invisible. Я чувствую себя так, как будто я была бы невидимка. Я чувствую себя так, как будто я невидимая. Invisible. Something began squicking on the table behind Alice, and she turned her head and saw that one of the white pawns fell down. Что-то начало попискивать на столе позади Алисы. Вот squick. Наверное, вам новое слово. И она повернула свою голову и увидела, что один из белых пешек, Pawn, мы знаем, это еще со спотлайта чуть ли не второго класса, потому что там Pawn, это вот эта фигура, которую вы двигаете, когда в какую-то настольную игру играете, я это давала детям. И один из белых этих пешек упал. It is the voice of my child, the white queen cried out, my dear Lily. Это голос моего ребенка, белая королева, воскликнула, выкрикнула, моя дорогая Лили. Alice wanted to have the white queen, and she picked up the queen and set her on the table next to her noisy little daughter. Элис хотела помочь белой королеве, и она подняла королеву и посадила ее на столе рядом со своей шумной маленькой дочкой. Ну, вот пешка, она дочка. That frightened the white queen, and for a minute or two she could do nothing but hug the little Lily in silence. Это напугало белую королеву, и в течение минут или двух она могла делать ничего, кроме как обнимать маленькую Лили в тишине. But then she cried, mind the volcano. Но потом она воскликнула, помни о вулкане, то есть осторожно вулкан, так еще можно перевести. What volcano, said the white king. Какой вулкан, сказал белый король. It blew me up. Он подбросил меня вверх. Blow, дуть, ап, вверх. Вообще blow-up это еще и взорвать, то есть когда вы от силы взрыва взлетаете вверх, да. Он меня подбросил вверх, сказала белая королева, who was still frightened, которая все еще была напугана. Alice watched the white king. Alice наблюдала за белым королем. She said, I will help you. Она сказала, я помогу тебе, помогу вам. She picked him up very gently and lifted him. Она подняла его очень нежно и подняла его выше, в воздух. But, дословно пикап, это как подобрала с пола, а потом подняла лифт, да. But before she put him on the table, но до того, как она посадила его на стол, she began cleaning him. He was very dirty because of ashes. Она начала чистить его. Он был очень грязным из-за пепла. Ashes. Of course, he was frightened too. Конечно же, он был напуган тоже. He was hanging in the air and something was cleaning him. Он висел в воздухе, что-то его чистило. Ну, мы так поняли, что они действительно ее не видели, да. Так. Alice set him on the table near the queen. Alice усадила его на стол рядом с королевой. When the white king recovered, когда белый король пришел в себя, he started talking to the queen in a frightened whisper. Он начал говорить с королевой с испуганным шепотом. Alice could barely hear what they were saying. Alice могла едва слышать, что они говорили. The king said, I turned cold to the very ends of my whiskers. Я замер, дословно. Я превратился, стал холодным до самых кончиков моих усов. You haven't got any whiskers. Потому что помните, whiskers – это же кошачьи усы, то есть животного. У человека мастаж усы. Мужчина, я имею в виду. Не у человека, а у мужчины. У нас традиционное общество. Да, у нас только мужчины носят бороды и усы. У тебя нет никаких усов, королева. Queen said, сказала королева. This horrible moment the king went on, I will never, never forget. И этот ужасный момент король продолжил. Я никогда, никогда не забуду. There was a book near Alice on the table, and she opened it and read. Там была книга на столе возле Алисы, и она открыла ее и прочитала. At first she was puzzled very much, but then she understood everything. Сначала она была очень удивлена, запутана дословно, да? Но потом она все поняла. It's a looking-glass book, of course. Это зазеркальная книга, конечно же. And if I hold it up to a glass, если я буду держать ее у стекла, у зеркала, the words will all go the right way again. Слова все снова станут в правильном порядке. This was the poem that Alice read. И вот это та поэма, которую Алиса читала. Jabberwocky. It was brilliant, and the slightly-toffed car and gimbal in the wipe. All means the where the bar goes, and the more breathed out grape. It's very pretty, Alice said, but it's very hard to understand. Suddenly she thought she wanted... Оп, я увлеклась. Да, я не перевела. Но Jabberwocky я вам не переведу, потому что это невозможно. И много художественных переводов на эту тему, да? Алиса, как вы помните, Мимзия, это стало уже именем нарицательным для некоторой девочки в реальном мире. Ну, те, кому интересно, отправляю на свой сайт. Покажу в конце что-то, что я имела в виду. Он очень красивый, Алиса сказал, очень милый этот стишок. But it's very hard to understand, но его очень сложно понять. Suddenly she thought she wanted to see the rest of the house. Внезапно она подумала, что она хочет увидеть остальную часть, дословно остаток дома. She decided to start with the garden. И она решила начать с сада. То, как перевели Бармаглот, Jabberwocky, в переводе примерно так. Неплохо передали вот в орловской переводе. Воркалась хливкие шорки пырялись по нове и хрюкотались люки, как мюмзики в мове. То есть Глокая Кузра, как вы понимаете, из этой оперы. Хотя её не Льюис Кэролл придумал, а Академик Щерба. А кому интересно, кто такая Мимзия, просто загуглите, кто такая Мимзия и кто такая Глокая Кузра, и, скорее всего, вы попадёте прямо на мой сайт. И здесь, в разделе «Блог», я как раз свои статьи писала, и здесь вот «Кто такая Кузра, и почему она Глокая», как Академик Щерба придумал эту фразу. Собственно, когда несуществующие слова в языке складываются в какое-то понятное предложение, вы смысла не понимаете, но явно кто-то кого-то, что-то с кем-то делает. Вот то же самое было и с английским, который сейчас вот Льюис Кэролл придумал. А кто такая Мимзия, это моя ученица, которая выучила этот стишок ещё полностью, это не о первую страфу только, а полностью выучила этот стишок и рассказала его ещё в третьем классе. Вот этот вот страшный бармаглот, который Джаббер Воки, с которым сражался этот юный падаван с мечом. Вот его полный вариант. Бе-вэр, действительно английскими, а некоторые полностью выдуманные. Там-там-три, знаменитое дерево там-там. То есть эта поэма абсолютно звучит для не носителя языка по-английски, и только носитель понимает, что там слова выдуманы. Так же самое, как вы, как носители, понимаете, что глокая кузыра, ну явно нет таких слов в английском. Ну вот мы заработали тогда тоже похвалу от учительницы, которая сказала, хорошая поэма, но сложная, слишком много незнакомых слов. Это не прикол, это реально правда. И вот тут у меня даже старая запись, когда еще совсем маленькая Мимзи ее рассказывала. Well, ну вот так вот. Такие бывают интересные истории жизни. К сожалению, далеко не все наши преподаватели в школе даже знают, что это за поэма, откуда она. Они тоже подумали, что это настоящая английская поэма. Well, идем дальше. Exercises, упражнения. Choose the right variant. Выбери правильный вариант. Ну, вариант, скорее item. Ну, вариант это русский перевод, русская калька. Alice was sleeping in the great armchair. Alice was talking to herself and to the kitten. Alice was doing her homework. Alice was reading a book. Она не была sleeping, она была sitting in the armchair. А вот то, что она говорила с собой и с котенком, вот это, наверное, правильно. Да, точно она не делала homework домашку и точно не читала книгу. Она потом начала читать уже в зеркале. Why was Alice angry with the kitten? Почему она сиделась на котенка? The kitten was very noisy. Котенок был очень шумным. The kitten played with a ball of yarn. Котенок игрался с этим мячиком шерсти. The room was in a mess while the kitten was playing with a ball of yarn. The kitten was very dirty. Комната была в хаосе, в полном беспорядке. Да, вот этот вариант мы выбираем. Пока while, пока, или поскольку, в данном случае, пока, когда котенок игрался с этим мячиком шерсти. И the kitten was very dirty. Котенок был очень грязный. Ну, по-моему, она его за месс ругала. Так, или ее. Китти тут непонятно. Все-таки это он или она была. Кошечка или кот. What was Alice's favorite phrase? Какая была любимая фраза? Давай прикинемся. Давай представим. Let's pretend. Let's play. Давай играть. Let's build a snowman. Это из другой сказки. Помните? Do you wanna make a snowman? Frozen мы тоже в оригинале смотрели. Но, к сожалению, я его не разбирала. Я со своими учениками смотрела. Сестра этой замороженной, которая Frozen, принцесса. Давай сделаем снеговика. Пела там. Let's go for a walk. Пойдем погуляем. Так. What time of the year was it? Winter, summer, spring, autumn. Так. Вопрос на засыпку. Что там было про сезоны? Вот в Алисе в стране чудес, там мы даже точно помним, что это было 4 мая, по-моему, судя по допросу на суде. А здесь, даже если... Ага, я что-то пропустила. Или здесь этого нет. Что там у них было? Тепло, холодно? Она пошла в сад потом. Там были цветы. Но это ничего не значит, потому что это в выдуманном мире. А то, что даже если там горел камин, это тоже ничего не значит. В Англии холодно, они даже летом топят камин. Может быть такое. Так. Так. Ищем. Let's pretend. Так, тут она ее ругает. Try. Китин, кудин, нонотопай, локингласс. Я не вижу здесь никаких указаний пока. Может быть, я просто не обратила внимание. Про описание одежды ничего не сказано. То есть там были они тепло или не тепло, одеты они были или нет. Просто то, что она вот тут она попала. Потом подняла этих воздух. По-моему, ничего не было. По крайней мере, в сокращенном вот в этом варианте. И я ничего не помню, где бы было сказано. Нет. По-моему, нет. Я сейчас все перечитала очень быстро глазами. Так. И просто она пошла в сад. Нет. Я тут еще раз перечитала. Не вижу абсолютно, какое это было время года. Возможно, там было в оригинале. Я уже не помню. Возможно. Там было какие-то указания. Choose the right variant. Ну, так как она пошла в сад. Но, опять же, это в Зеркалье она уже. Возможно, там вообще нет времен года. Может быть, либо spring, либо summer. Цветы цвели. Окей, ладно. Alice was frightened and wanted to come back home. Нет. Алиса не была испугана и хотела вернуться домой. Нет, наоборот. Она хотела пойти в сад. Alice was invisible and Chessman couldn't see and hear her. Алиса была невидима. Да. И они не могли ее видеть и слышать. Alice made friends with the Chessman. Nope. Пока еще нет. Made friends – это подружиться. Подружиться. Alice helped the white king and he thanked her. Да, то, что она ему помогла, это правда. Но он ее точно не поблагодарил, потому что он сам испугался и вообще не понимал, в чем воздух взлетел. То есть все остальные варианты не подходят. Did Alice understand anything in the poem? Поняла ли Алиса хотя бы что-то в поэме? Ну, was. Там было слово was. It was brilliant. Да, вот это вот. It was. Это было как-то. Конечно же, нет. Yes, she understood everything. Не годится. She understood only the part of it. No, she didn't understand it at all. Не знаю, что вам сказать. Она ее совсем не поняла или она поняла ее часть? Или no, she didn't understand it, but her head was filled with some ideas. Нет, она ее не поняла, но ее голова была полна неких идей. У нее всегда голова полна неких идей, зная Алису. И она ее не поняла. Давайте вернемся к тексту. В таких вот сложных вопросах, когда мы весь текст поняли и перевели, но мы все равно не можем ответить. It's very pretty. Она заценила ее, но сказала, что it's very hard to understand. Но сложно ее понять. И тут абсолютно ничего не сказано. Поняла ли она все? Естественно, она понимает вот эти слова. Она понимает, что что-то делается в настоящем времени. Она понимает, что это было каким-то и что какое-то нечто что-то сделало в прошедшем времени. И до сих пор это делает в чем-то. Вот вам пример Глока и Куздры на английском. То есть part of it она должна понять, потому что носитель все-таки английского языка. Но мы не можем делать сами выводы. Мы должны опираться на текст. Вот вам пример дебилоидных заданий. Опять, когда бедные дети, даже если не поймут все, они не могут правильно ответить на вопрос. Потому что мне, например... Ладно, это точно нет. Only the part of it – это наша догадка, что она должна понять хотя бы ее часть. То, что она совсем ее не поняла по фразе It's really hard to understand. Тяжело ее понять. Тоже нам не говорит полностью ли часть. И то, что у нее была голова полной идей, тоже мы не знаем. Ну что-то либо два, либо три. Я не знаю, что вы делите, ребята. Ваше мнение пишите в комментариях. Вот вам яркий пример, когда вот составители, когда делают такие вопросы. Хорошо, когда у ребенка нету теста на эту тему. А если тест? Ему надо выбрать только один вариант. Вот это никак не влияет вообще на знание английского. Итак, что же мы решаем? Well, короче, идем дальше. Complete the sentences with these expressions. Завершите предложение этими выражениями. Say for yourself – говорить за себя. Ну как, в защиту себя. Make a note of it – делать заметку чего-то. Записать. For its own good – для его собственного блага. Arm in arm – рука под руку. Почему мне кажется, что это не с этой головы? Не, мы точно ничего с вами не перепрыгивали. Просто построчно все правильно. Они просто выбросили дофига текста. Я поняла, почему. Они выбросили текст, а там, видимо, были эти вопросы. 13. Ну вот все, заканчиваем. Нет, мы ничего не пропустили, ребята. Это там так, видимо, получилось у них. The white castles were walking about the room. Не было. Не-не-не. Давайте здесь остановимся. Потому что белые тура. Короче, тура белые, как это, блин. Ну, тура последняя, которые в шахматах по бокам стоят, да. И вот эти штуки белые были как раз гуляющие по комнате, рукаву под руку. Arm in arm. Я могу, конечно, вставить сюда, но этого не было в тексте, насколько я помню. Китти, what can you... I'm going to tell you all your faults. What can you say for yourself? Say for yourself. Вот приколист. Они дали предложение, которое сами выбросили из текста, садаптированного. Я собираюсь рассказать тебе все твои faults, все твои вины, дословно, во множественном числе, все твои недостатки. Вот все, что она сделала, Китти, она и перечисляет. То есть это и то, и то, и то сделала. Я помню, это было в оригинале. The white king wanted to... What happened? А он хотел записать. Он все записывал, ходил в этот. Make a note of what had happened. Белый король хотел записать то, что случилось. Had happened. До этого уже случилось, да, прошедшее совершенное время. Dinah washed the face of the kitten, but snowdrop. Это имя котенка. Снежок. Снежная drop – это вот то, что упало. Снежинка или снежок, да. understood that it was for its own good, да. Dinah умыла, как бы, лицо этого котенка, но snowdrop, как бы понял, что это для его же блага. It was for its own good. Выражение хорошее, только я так и не поняла, почему они это выбросили, а тут вам теперь об этом спрашивают. Хотя, почему я удивляюсь? После спотлайта я вообще не должна перестать удивляться вообще. Там такие бывают задания, жесть. Insert the right preposition. Ставь правильные предлоги. Out, up, into, on, through. She sat back. Она откинулась обратно. Куда? Into the armchair. Сейчас проверим. Ну, как бы, в глубину кресла, может быть. You can see a room through the glass just the same as our living room, наверное. Through the glass. She picked up... Давайте иметь там исключение, потому что у нас не было этого текста. She picked up the queen, подобрала эту королевскую спу, and set her on the table to her noisy little daughter. Посадила её на стол к своей шумной маленькой дочери. И получается, что... She can see a room through the glass out. It's just the same as our living room. Очень странно, что-то вот это вот. Through the glass. Out. Не помню, что там такое было. You can see a room through the glass. It's just the same as our living room. Ну, в смысле, наружу, может быть, сквозь зеркало, наружу увидела эту комнату. В общем, ладно. Окей. Ничего страшного. Адаптируемся к новым условиям. А, вот у нас ещё. The king took a big notebook out of his pocket. Вот оно. Куда? Ха-ха. Они не дочитали до конца, потому что through the glass out. Какой-то бред получается. Она увидела the room through the glass. Но почему они оставили здесь ещё троеточие тогда? Ох, камон. Ладно. The king took a big note out of his pocket. Тут однозначно. Из своего кармана и начал писать. А вот ушло. Up. Точно. Pick up. Точно. Она on the table. На стол. На поверхность поставила. Сквозь зеркало увидела. И into. Set back into the room. Чёрно. Как откинулась в кресле. Как вот так вот села в глубину кресла. Короче. Вопрос к форматированию. Да. Без таграм не разобраться. Complete the table. В первой книжке было меньше ляпов. То ли я что-то не поняла, то ли действительно. Ничего. Сейчас привыкнем. Complete the table. Заполните табличку. А здесь мы должны догадаться, что имеется в виду неправильная форма глагола. Как об этом должен догадаться ребёнок, например, без понятия. Ну ладно. Эта книга не совсем для детей. Значит. Was, were, ну скорее у кого уровень уже А2, хороший либо А1, да. Это уже явно не шестилетние дети. И been. Сразу же времена тренируем. Understood. Вторая форма тоже understood. Оригинал слова understand. В смысле инфинитив слова понимать, да. Understand. Got. Got. В Америке gotten. Третья форма получать. Get. Got, got. Или got, gotten. В Америке вот это предпочтительная часть. Здесь у нас было begin начинать. Вторая форма. Began и третья began. Think, thought. Thought. Тут они совпадают, да. Ну и тут, если got и не учитывать, то совпадает. Thought, thought. Это по группкам глаголам. Мы с вами учили, да. Я вам в памятке показывала, как по группам учить. Не по алфавиту, а по похожести. Здесь у нас run. Меняется на rain, а потом снова превращается в run. Такая тоже есть микрогруппа. Все, здесь complete the table мы сделали. Следующий уже chapter 2. Мы ничего с вами не пропустили. Давайте еще раз проверим. Тринадцатое, двенадцатое, одиннадцатое, десятое. А я вчера не пила на Новый год. Девятое, просто шампанское в руках держала. Восьмое, седьмое, шестое, пятое. Все, ребята, мы ничего не пропустили. Это явно их косяк. Я уже думаю, уже немножечко сошла с ума, что ли. Здесь упрощенный текст. Да, там выбросили кусок, там, где он заметки делал. Меморандум, а ведь он все ходил, записывал. Почему нам это убрали, а нас не предупредили. Ладно, извините, sorry for the off-top, слишком много слов. Но, как вы видите, надо быть готовым ко всему. В школьных учебниках такой галиматии много, когда дети просят сделать выбор из теста, а все четыре варианта теста, например, не подходят. А им надо его сделать. Вот хоть убейся, надо что-то ответить. И вот она уже пошла, the garden of life flowers, живых цветов. Живых в буквальном смысле, там, они там с ней разговаривали. Ну, то есть, как это, не беда, когда вы с цветами разговариваете. Беда, когда они вам уже отвечают. Помните, когда мы на карантине сидели, была такая шутка. И особенно, когда цветы еще пластиковые. То есть, тут уже точно не будет про вот этих chess figure, про chessmen, уже про шахматных фигурах здесь не будет. То есть, у них просто слишком много текста они выбросили, а нам об этом не сказали. Все, пока-пока. Sorry for the off-top, если я слишком заболтала. Но будьте готовы, такие ситуации бывают. Даже в лучших учебниках, и в адаптациях бывает, и в школьных учебниках бывает, когда надо самим домозговать, что уж там они имели в виду. И когда вы, в принципе, не можете правильно ответить, потому что правильного варианта просто нет. Разбирайтесь, как хотите. Welcome to the real life. Пока-пока.